Всем привет, с вами Олег Сканов, Береза. Работаем с картами, смотрим, как оно спокойно в ближайшие дни и делаем вот так, это клизмах. Начинаем мы с вами с температуры, смотрим треземноморский бассейн и видим, что, в общем-то, на севере Африки все прекрасно, в западной части особенно. Вот в Испании как-то даже немножко попрохладнее стало, 15-16 градусов, а Андорра всего плюс 9. Такое ощущение, что вот эти теплые потоки идут через здесь Мальорку и получается сюда в Южную Францию, смотрите, Виши здесь 20 градусов, Бордо 20 градусов, Париж плюс 17. Очень-очень тепло, даже в Лондоне плюс 15, ну и у нас тоже примерно по 20 градусов, вот здесь на западе Германия. Сегодня утром бегал, прямо чувствовалась такая вот жаричка. А вот на восток, наоборот, сюда прохлада проникает, об этом пишет Раздан 81, проживающий в Израиле, спасибо за обзор, Алекс. У нас похолодало днем плюс 26, плюс 27 градусов, а ночью 16-17. Заметно похолодало. Утром ожидаем дожди и ветер холодный, ночью уже в 3 часа ночи холодно. Да, мы видим, что здесь северное такое влияние, да, там в Сирии, по-моему, там мощные дожди с какими-то потопами прошли. Вот, Виталий Ишталюк пишет, в Анталии, на юге Турции прошел торнадо, вот, спасибо большое за эту информацию. Ну, видно, что даже сюда прохлада вдавливает и Саудовскую Аравию, то есть она подогревает только около Персидского залива, потому что с Ирака, со стороны Ирана здесь тоже идет прохлада, да, и в основном это идет со Средней Азии, вот, где идет вторжение, с Урал, вот сюда вот идет в сторону бывшего Аральского моря. Так бы раньше бы Аральское море там защитило своим теплом, а теперь этого счета нет, а теперь спокойно, смотрите, сюда прохлада скоро будет доходить сюда, в Аравийское море практически, и даже Индия будет из-за этого подмерзать. Я думаю, что это мы еще все можем увидеть. А с другой стороны, вот у нас идет такой вот вынос очень теплого воздуха сюда в сторону Скандинавии, в сторону Санкт-Петербурга, где плюс 8 у нас наблюдается, мне кажется, в некоторых районах и выше наблюдается, вот, и все это идет еще севернее сюда в сторону Архангельска. Вот, Муфат 100 пишет, ноябрь в Архангельске пошел по атлантическому сценарию, температура плюс 3, временами небольшой дождь, месяц назад был прогноз появления льда на реках в середине ноября, на 2 недели позднее норма. Разумеется, это ошибка, так как по прогнозу дней 10 температура и днем и ночью будет от нуля до плюс 2. А вы знали, что регулярные наблюдения за погодой в нашем городе ведутся более 200 лет, а за рекой Двиной 300 лет? Нет, я не знал, но я предполагаю, что из ваших же краев Михаил Ломоносов, соответственно, у вас, наверное, талантливые люди там вырастают и, в общем-то, судя по всему, мы с вами наблюдаем за вашим климатом пару лет и, в общем-то, он очень-очень прекрасный в целом-то, такой северный, умеренный, комфортный климат. Так, вот у нас Егор пишет, Ленинградская область, погода хорошая, солнца только нет вовсе, небо затянуто, но практически без осадков, наверное, так надо, при ясной погоде был бы дубак, 100%. Ритуал призыва юго-западных ветров вновь сработал, циклоны и антициклоны расположились как надо. Да, именно так. И у вас вот центр антициклона чуть севернее Санкт-Петербурга располагается, вот, в большей части в Карелии, ну и, соответственно, к вам вытягивает аж из Африки вот этот вот теплый поток. Ну и тут, конечно, надо упомянуть антициклон, здесь вот Вадим Двоеглазов проживает в Измаиле и все, уже не надеется на осадки в этом году, но, как говорится, потенциал аккумулируется, и поэтому, когда осадки придут, они там прольются очень-очень интенсивно, судя по всему, вот, но мы посмотрим, как это будет происходить. Вот в Украину интересная ситуация, здесь тоже с запада заходит тепло, мы видим Львов плюс 13, Киев плюс 11, ну, здесь Гомель, Беларусь, плюс 10, да, получается, а вот Харьков всего плюс 6, Кривой Рог плюс 8. То есть, получается, такая интересная ситуация, даже южный город, в нем холоднее, чем в северных городах. Вот такие вот интересные моменты. User User пишет из Харькова, как раз, очень скоро уже наступят морозы, а в Украине большие проблемы с электроэнергией, часто пропадает свет, но не так часто, как, к примеру, в Киеве. Там люди могут сидеть по 8-10 часов без света. Вы интересные факты сообщаете, то есть, это как бы, ну, здесь в Европе это вообще никак не обсуждается. И если будет хуже, то украинской столице грозит эвакуация людей. Очень дико представлять, когда зимой на улице минус 20, а в доме холод, без света, ни тепла, ни воды. Ну, вы знаете, что сказать, такие времена были, допустим, 100 лет, чуть больше 100 лет назад была Гражданская война, и примерно такие же вот были самодельные печки ставили. Ну, сейчас есть спальники такие, альпинистские, допустим, можно посмотреть, либо каких-то там еще способов выживальщиков. То есть, надо подготовиться. А касательно эвакуации, в общем-то, как говорится, когда ружье висит на стене, оно обязательно стрельнет. Да, вот, это из той же самой оперы. Лагеря-то не зря строили в прошлом году везде. Вот, Европу, кстати, вот спасают, почему-то сейчас такие гневные протесты, там всякие вот с остановкой машин, там с какими-то, если вы видели, вообще просто дичь какая-то приходит. Какие-то молодежь приходит в обычный супермаркет и начинает крушить эти молочные какие-то продукты, что-то там выливать из бутылок, там пополу, все это размазывать, там типа вот мы активисты. И никто никак не реагирует, то есть, типа все нормально, там люди проходят мимо. Ну, активисты, активисты, понимаете. Почему такая агрессия? Потому что планы меняются, да, вот видно, что, ожидалось, что уже сейчас будут морозы, холода, а видно, что пока не приходит. Вот, Виталий Вишталюк пишет из Украины. Спасибо, весь день было пасмурно, ясно стало на закате. Да, кстати, сегодня лунное затмение, но оно не будет видно в Европе, то есть, это азиатская часть Америка. И оно уже к концу подходит, в общем-то. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь интересная ситуация в районе Каспия. Да, сюда идет вторжение холодного воздуха в Среднюю Азию. Видно, что температуры невысокие. Ташкент плюс 4, Ош всего плюс 2, Бишкек плюс 2, Душамбе плюс 5. Представляете, то есть, в Санкт-Петербурге плюс 8, а в Душамбе плюс 5. В Ашхабаде плюс 8, и, в общем-то, отсюда какие-то остатки теплого воздуха через, тоже относительно теплое Каспийское море, выходит вот сюда, вот в сторону Краснодара. И получается, что Баку плюс 13, Краснодар плюс 12, Ростов плюс 9. А в Восточной Европе, в общем-то, сейчас такой довольно-таки мрачный период остановился. Что здесь можно сказать? Вот в Ярославской области там плюс 2, дождь, мрак. Там пишет Алексей Черныш, и Дмитрий Белинский пишет. Мрак, да, мне уже начинает надоедать эта серость. Я за минус небольшой, но со снегом. Зиме уже пора. Раньше начнется, раньше пройдет. Лучше зима сейчас, чем в конце апреля. Ну, сейчас мы видим, что пока что идет потепление. Вот, но за ней, да, за ней пойдет похолодание. Возможно, придет как раз и зима. А тут как тут, как говорится, да. Давайте посмотрим заголовки, что пишет газет. В центр Европейской России вернется октябрь. Северная столица идет на теплый рекорд, кстати. Вот, интересно, да. То есть, могут даже какие-то тепловые рекорды побиться. В Европейскую Россию вернулось аномальное тепло, тоже пишут. И погода неделя, последнее тепло. Вот такие вот ожидаются новости. Ну что, переходим в Азиатскую часть, смотрим, ну, мы уже частично перешли. Смотрим Север, Казахстан, здесь минус 2. Вот так вот, в восточной части чуть теплее, в Павлодаре плюс 1. И вот сюда, в сторону Алтая выносится здесь Ангудай минус 1, Барнау 0, Новосибирск 0, Томск 0. В Красноярск уже минус 4, потихонечку видна прогрессия, что уходим в минус. Лесосибирск минус 5, Таруханск минус 4. В Иркутске минус 4 наблюдается. Вот Матвей Кузнецов пишет, а у нас за ночь и утро все завалилось снегом. Наконец-то в Прибайкале пришли снегопады, и впереди тоже снег. Ну, поздравляю вас, да, теперь у вас веселая погода будет, как бы, когда все становится таким беленьким, повеселее. Главное, что вот этой вот серости и черноты нет, да, поменьше ее. Алексей Покровский проживает в Иркутске, пишет тоже интересное сообщение. Алекс, спасибо, у меня кот тоже любит общаться, и это происходит именно, когда идет ваш обзор. Интересно, у нас коты, оказывается, общаются, ну, у меня кошка. Так что слушатели прибавляются, причем кот слушает вас очень внимательно, иногда что-то комментирует на своем языке. У нас на завтра обещают снежок, а к концу недели заметное похолодание, что очень правильно. Сначала землю прикроет снег, а потом морозится, а не наоборот. Негоже земле бы не прикрытой в зиму уходить. Ну, все верно, да, все в соответствии с нормальными процессами. Так, в Олегминске минус 9, это мы переходим к Якутии, а вот в Якутии минус 29, да, вот видно, что 20 градусов, вот здесь перепад. В Вилюйске тоже минус 25, а в Хантыге уже за минус 30, минус 32, но вот здесь вот уже похоже, все, настоящая зима. Хотя вот на Чикотке немножко потеплело, мы видим здесь Амалон минус 7, на Камчатке около нуля тоже. В Магадане, кстати, минус 12, вот циклон находится. И что сообщают про Магадан? Про Магадан сообщают, что сильные осадки в виде снега обрушились минувшие сутки. И произошла авария на автодороге Колыма, около поселка Сокол, столкнулось 3 автомобиля. Вот такие вот у нас непогоды сейчас наблюдаются в районе Магадана. Так, давайте теперь дальше идем. Сахалин тоже потихонечку погружается в зиму, в Мидно минус 2, но в Николаевске на Амурзе уже минус 13. Уссурийск плюс 2, Хабаровск минус 2, здесь тоже в Северной Корее мороз есть небольшой, но даже немножко потеплее. Здесь с юга, с Желтого моря, сюда на северо-восток Китая. Когда теплый воздух пошел, связано с циклончиком, центр которого на Далданом находится. В Западной Китае здесь еще пока выше нуля держится, на юге выше 20 градусов тоже, но уже считанные дни остались, потому что сюда тоже придет похолодание. Видно, что смотрите, на Западный Пакистан похолодание пришло, смотрите, здесь квета плюс 13 всего, но вот в Южном Пакистане еще тепло, и в Индии там до 30 градусов. Так, в Австралии смотрим здесь, как раз с юга мы видим здесь много-много прохлада, и на востоке тоже никак не восстановится. И то же самое в Новой Зеландии, Новой Зеландия пока что еще мерзнет. Так, теперь переходим мы в Северную Америку, смотрим, что у нас здесь происходит. На Аляске потепление, с приходом циклона, вот здесь вот резко пошел теплый воздух, и Фэрбэнкс минус 5, Анкоридж плюс 1, и даже на этом перевале всего лишь минус 9, и Мертвая Лошадь минус 6. Так, Калгари зато минус 23 в Канаде, смотрите, здесь мороз устремился в сторону юга, везде практически, на большей части Канады минус 20, вот только в районе Великих Озер здесь более-менее тепло, и выносятся здесь плюсовые температуры. А также тепло здесь на самом востоке Канады, на Ньюфаунинде, на востоке США кое-где уже тоже морозится, начинает проникать, да, резко холодает. Ну, хорошая погода, вот в южных штатах сохраняется, со стороны Техаса идет поток теплого воздуха до Южной Дакоты, вот он доходит, и здесь хорошие плюсы. Также плюсы наблюдаются вот здесь Аризона, Нью-Мексика и Нью-Мексика и районе Калифорнии. Так, ну, в Мексике тоже прохладно, смотрите, Мехика всего плюс 10 градусов, даже Гватемала вот здесь всего плюс 14, так-то довольно-таки бодрые температуры. Немножко начинает отогреваться Бразилия, но хотя вот здесь на юго-востоке это так хорошо подморозилось, что до сих пор никак не прогреется. Хотя лето уже на носу, и в Аргентине гораздо теплее, чем в этих регионах Бразилии. На юге Чили здесь кое-где еще присутствует морозец. Так, давайте посмотрим, что у нас в Африке. Ну, на востоке ЮАР здесь немножко прохладно, а так в остальных частях, в общем-то, тепло, настоящее лето. Ну, и Сахара, северные регионы, видно, что уже прогреваются с трудом, с трудом. А скоро у них и прогрева-то не будет. Так, давайте посмотрим ночью, что будет сегодня происходить. В общем-то, все морозы будут в основном за Уралом. Кого-где вот локальные какие-то морозы, допустим, восточная Украина, в районе Кавказа, восточной Турции, здесь вот на севере, возможно, где-то морозы. Ну, а так в основном все за Уралом. И даже обратить внимание, к какой-то степени вот это тепло с Каспи присоединяется к атлантическому теплу и даже немножко поднимает температуры и в Сибири, и даже в Западной Якутии мы видим это влияние. Так что интересный процесс. А этот день в США, здесь к Дакотам выходит теплый воздух на юг Канады, а чуть западнее здесь опускается холодок. Так что над Дакотами, возможно, тоже какие-то атмосферные явления неприятные. Ну, и ночь в США будет вот здесь вот перепады резкие, да, в Северных Дакотах, в районе здесь большие перепады температур, вот, но в Техасе вот хорошо сюда будет заходить теплый и прекрасный воздух. И завтра день тоже будет очень теплым, видим, что вся Европа будет наслаждаться теплом, вот, и тепло даже пойдет сюда, вот, в азиатскую часть, то есть будет продолжаться вот этот поток тепла. Ну что, смотрим теперь, это будет у нас 17 ноября, здесь мы видим интересный процесс, да, то есть, несмотря на то, что, как бы, вся азиатская часть захвачена морозом, но здесь мы четко видим оттепель, который вот проходит сюда через Казахстан, вот сюда вот идет в сторону, опять же, Якутии, Восточной Сибири. То есть, морозец будет такой легкий, суровых морозов-то не будет, они сдвинутся вот сюда, суровые морозы, антициклон в сторону Охотского моря. В Европе будет тепло, в большей части, ну, за исключением сюда вот, кстати, антициклон станет над Поволжьем, поэтому немножко прохладно будет Поволжье, вот здесь вот центральная часть европейской части России, да, там, центральные регионы, Восточная Украина, вот здесь вот будет, так, прохладно, и обратите внимание, насколько будет холоднее, здесь какой-то тройной антициклон от скалистыми горами, в США будет очень холодно, практически вся территория США, за исключением Флориды, будет подвергаться вот этому арктическому вторжению. Ну, необычное развитие ситуации. Давайте посмотрим с вами, где какие сейчас катаклизмы. Вот здесь у нас в Атлантическом океане появился шторм, по-моему, Нельсоном зовут, и он вроде бы как угрожает Багамским островам, и перерастет в ураган, и угрожает Багамским островам и Флориде. Багамским островам и Флориде.